Ну я заехал сегодня, посмотрел, никто даже не выходит. Постоял, мы тут подвихли, подвихли. Таких пустых рейсов только в Одинцовку у водителей спецобслуживания «Центральное» было несколько. Очень похоже на то, что жители игнорируют регионального оператора. Но так как машина на маршрут выходит регулярно, счет будет выставлен каждому домовладельцу. Но будет ли оплачен добровольно? У нас данная услуга обращения СТКО является коммунальной, поэтому на нее также распространяются все и льготы, и также и обязанности, как на другие коммунальные услуги. То есть оплата здесь обязательная. Человек оплачивает все коммунальные услуги до 10 числа. В случае неоплаты до двух месяцев, то есть спустя два месяца уже в судебном порядке. То есть начисляется пеня и потом уже в судебном порядке взыскивается. За семь месяцев региональным операторам по обращению СТКО только за обслуживание бийских многоквартирных домов начислено 40 миллионов. Получено 24. За оказание коммунальной услуги домовладельцам частного сектора начислено 11 миллионов. Получено чуть более трех. По всей зоне обслуживания кассовый разрыв предприятий спецобслуживания «Центральное» сегодня составляет 30 миллионов. Из них около 23 долги бичан. Выпадают из бухгалтерии предприятия и средства, которые должны поступать от юридических лиц. 9 тысяч ИП и 6 тысяч юридических заключили порядка 500 договоров с региональным оператором. В Министерстве Минприроды появились рычаги воздействия на юрлица. На сегодняшний момент они имеют право выписывать штрафы до 250 тысяч рублей тем юрлицам, у кого нет договора с региональным оператором. Коснется каждого юрлица. Данные по юрлицам-должникам и юрлицам, игнорирующим заключение договора, региональный оператор каждый месяц передает в прокуратуру Росприроднадзор и Роспотребнадзор. И если юридическое лицо заключит договор в добровольном порядке, начисление за оплату начнется с момента его подписания. Ну а если в судебном, то есть принудительном порядке, будет начислен долг со всеми вытекающими из него надбавками с момента начала деятельности регионального оператора.